Моржонка Моржонка Уже коротко затрачиваю все несколько минут Это мои один小 15 И в идеале лучше всего купаться После сауны, да Тимош? А вот, не бывает Совшенно не чувствуешь холода Когда левишь, а когда уже нырнул Там уже всё-равно Вот А в следующий момент Нету сауны Просто в теплом помещении для комфорта И разденитесь Нырнули Вынырнули оббегом и оделись, снова оделись. Так, третий вариант, как я, минус 30, минус 40, страшная смертельная астма привез на риска. Вот. Спасал людей, сжег легкие хлором. И третий момент, это когда просто на берегу надо одеться, раздеться. Мои советы. Значит, так, он прежде всего касается тех, кто вообще тепла не ведает, кто пойдет на мерзлый берег, на минус 10, 20, 30, а то и 40 градусов. То, что я проходил. Мой опыт вам пригодится. В чем он заключается? Во-первых, прежде всего лезть, не стесняйтесь, оденьте на свои голые ноги, раздевайтесь на плавах, но оденьте на свои голые ноги толстые, толстые носки шерстяные. Не потому, чтобы согреться, во-первых, чтобы не покалечить ноги, когда вы залазите, потому что алкаши, они свое дело знают. Вот, стеклотару никто не отменял для этого, раз. Вот. И, вообще, конечно, все-таки хоть немножечко, а мы не молодые, мы не совсем здоровые, все-таки какая-то защита. Пусть будут толстые носки, хотя бы для новичков, для первого раза. второе. Второе. Мое общество заключается в следующем. Значит, когда вы собираетесь нырнуть, перед этим, вы стоите на берегу, вы еще не разделись. Рядом с вами вы кладете с любовью, ставите, вернее, валенки, большие валенки, чтобы прыгнуть в них с разбегу. Вот. Халат, теплый халат, желательно, и шапку. Вот. Сделав заплыв, вы выходите из воды, мгновенно одеваете три предмета, валенки, халат, накидываете на себя, причем халат не обязательно надевать, просто накинуть, и шапку. Вот. Вы мокрые. Но после этого вы берете полотенце, и уже не спеша, с комфортом, с таким видом, уже, вы уже перестаете стучать зубами, с видом такого старого лоржа, уже растираете под халатом свое тело мокрое. Вот. И последнее. Значит, прежде чем залезть в воду, а теплого помещения нет, ну, даже если оно есть, то есть, исключая сауну, второй вариант, теплого помещения, третий вариант, на морозе, на улице, пожалуйста, и прежде чем раздеваться, делайте в течение нескольких минут много резких движений, приседаний, маханий руками, это, со плечевым поясом, наклоны вперед-назад, во все стороны. И только, когда вы почувствуете, нет, не пот, а еще только тело согрелось, вам стало жарко, в этой же самой телогрейке, в куртке, в шубе, в чем угодно, вот, только тогда быстро раздевайтесь. Ну, и последнее, прежде чем раздеваться, подумайте, прежде чем туда идти, подумайте, продумайте, в какой одежде вы попадете туда. то есть у вас должно быть минимум пуговиц, вот, сразу на голое тело свитера, никаких рубашек с десятком пуговиц, на голое тело свитер, на голое тело, это самое, можно сразу надевать штаны, потому что трусы у вас сухие, все равно от холода не спасут, вторые штаны, третьи штаны, все, попали в моржи, потом уже легче будет. Первый случай, самый такой, когда надо преодолеть барьер психологический. Желаю удачи. Вот это я вам коротко...